Запорожье с победой, поздравляю, молодцы. По нашей игре, не знаю, после Нового года мы как будто там в спячке находимся. И вот до сих пор не можем из нее никак выползти из этой спячки, выйти. Но главный фактор, я считаю, вроде бы так, если смотришь по статистике, подбор мы сегодня не проиграли. Но там два или три самых ключевых подбора в защите все-таки Запорожье сделал. Ну и очень много сегодня промазали открытых бросков, хорошо вроде бы во второй половине разбрасывали. Понятное дело, что и мы Запорожье в первой половине забили по 51 очку, что такого баскетбола не будет уже во второй, ну как, таких попаданий во второй половине. Но все равно у нас было очень много открытых бросков, и мы их смазали. У нас есть сейчас время до Еврокубка, то есть подготовимся, может что-то поменяем в защите, в нападении. И будем, наверное, побольше бросать. Так, Запорожье удача, молодцы. Дома не всегда хорошо играть, не всегда тяжело. После тяжелого выезда в Киев-Тернополь, где мы сыграли 1-1, мы понимали, что нам надо защищать преимущество домашней площадки. И мы провели довольно хорошие обе половины, довольно стабильные, и поэтому такой положительный результат у всей команды. И мы просто понимали, что нам надо играть как можно сильнее, с наибольшей отдачей, какая у нас есть. Спасибо. 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 Ну, во-первых, всех с победой. Очень приятно, что ребята настроились, ребята горели, и у ребят были силы, в отличие от игры в Тернополе. Я все время к ней возвращаюсь, потому что было безволие, отсутствие сил, мотивации. И как-то вот она засела, и хотелось реабилитироваться после той игры. Мне понравилось, как сегодня мы настроились. Были две абсолютно разные половины. В первой достаточно открытый баскетбол с хорошим процентом попадания, но счет 51-51 говорит сам за себя. Вторая половина закончилась со счетом 27-25. То есть ровно в половину меньше. О чем говорит это? Это говорит о том, что защита стала на два порядка жестче. Я рад, что мы не просто так отрабатывали вот эти моменты в защите. Мы закрыли свою трехсекундную зону для легких проходов. И даже если они туда врывались, мы вынуждены были фалить, чего не делали в первой половине. Это первое. Второе. Все броски, большая часть бросков Днепра и Задуги были с нашим сопротивлением. Наконец-то мы начали выходить на клоузаут, и это дало сразу свои результаты. Да, во второй половине мы подровнялись. Мы вторую половину по подборам сыграли в ничью, а первую проиграли 7. Вот так в 7 в конце и осталось. Да, у нас нет таких габаритов передней линии, но у нас есть моя ускорб, с которой на морально-волевых. Честно скажу, мы не собирались его использовать. Мы приходили, спрашивали на тренировки, он не тренировался. Вчера пришел, он говорит, пять процедур, говорит, тренер, я готов. Я говорю, к чему? Размяться? Он говорит, нет, даже играть. Говорю, ну давай, ты разомнись, а потом скажешь. Он подошел, говорит, я готов. Вот результат. Очень доволен тем, что есть у нас этот игрок. Именно он сейчас связующее звено всех игроков. Я не говорю там американцы, украинцы, это вообще связующее звено. Что касается молодых ребят, ну немножечко стушевались. Опять же, выход Ивана Михеева и в первой и во второй половине абсолютно два разных выхода. Не хватает еще стабильности, хотя я рад прогрессу этого парня. А Яша немножечко, как обычно, наошибался, но при этом энергия через край. Пока они не могут обуздать эту дикую энергию, как только научатся, я думаю, что помощи будет намного больше. Хотя, если сравнить их же с прошлогодними, то они сделали громадный шаг вперед. Уже сейчас. И в понимании игры, и в скорости принятия решений, и в жесткости. Это очень важно. В Суперлиге это важно. Ну, благодарен Андрюхе Грицаку за этот решающий подбор, который не боится идти в борьбу, не боится прыгать. Да, может быть, есть нюансы с броском, но зато он боец. И вообще, у меня ко всем ребятам такое очень позитивное сегодня отношение. Только потому, что лавочка как жила. И было приятно смотреть, что они друг за друга. Считаю, что если эту химию мы сохраним, то, наверное, кому-то еще нервы попортим. По крайней мере, все мысли сейчас о следующем домашнем туре с Будивельником и с Харьковскими Соколами. Расслабляться, естественно, не будем. Чуть-чуть отдохнем и будем работать. Вам спасибо за поддержку. Еще раз победой. Всегда в Запорожье тяжело играть. Очень здорово они настраиваются на домашние игры. И, в принципе, в родные кольца всегда хорошо попадают. Потому защищаться с командой Запорожье нужно на максимуме. Сегодня максимум мы свой не выдали. И хуже всего то, что в начале сезона, я думал, что у нас самая сильная передняя линия в чемпионате. Но я оказался неправ. Это не так. И сейчас нам нужно менять свою тактическую защиту и нападение. Мы должны начать больше двигаться и меньше играть в свой стандартный статический баскетбол, который, казалось бы, должен был принести нам успех. Этого не получается. Будем немножко менять свою тактику. И сегодня игра была неплохая. Наверное, для зрителей была хорошая, зрелищная игра. 20 подборов мы взяли на чужом счете. На своем пропустили вроде бы немного 11. Но мы пропустили 9 во второй половине. Из которых все нам стоили очков. Причем очков таких дорогих и слишком чувствительных для концовки игры.